привет всем вот забежала к вам ненадолго пообщаться как у вас дела приветики приветики рада вас видеть спасибо что заходите ко мне не забывайте до эфир я сохраню вот смотрите у меня времени не так много но хочу ответить на все ваши вопросы хочу вам что-то рассказать спасибо большое вот как твои дела мои дела пока стабильно так сказать вы видите по эфирам что у нас происходит поэтому держусь держусь по поводу того расстались мы с андреем или нет мы расстались то но мы помирились умирились потому что вот когда он сказал что вы меня убрали с проекта чтобы я покинула проект я действительно хотела его заставить отвечать за свои слова чтобы он понимал что таким не бросаются такими словами ты можешь говорить что угодно но не говорить о таком и я наставила на том чтобы я действительно ушла с проекта говорю раз ты этого хочешь хорошо я уйду на что он он понял что я не шучу его это спугнуло он целый день ходил за мною получается я лежу на кровати он возле меня ложился я куда-то выхожу он за мной выходил тоже я видела что он переживает но скажу честно вот я была уверена что все я уеду реально была уверена вот как-то знаете у нас в отношении так странно все получается вот мы доводим отношения до такой прям кипящей точки мы ее ставим а потом жалеем то есть он получается сказал вот это все мы там расходимся пусть у меня с проекта забирают я сказала а хорошо окей пусть таки будет я получается уже следующий день я говорила тоже много таких обидных ему вещей мне просто самой было видно внутри короче называется сами же себе роем я мы сами же себя кусаем обижаем добиваем в общем так отвечу честно ваши вопросы то что у вас их много я читаю директа много сообщений так как подготовка к свадьбе вот ну как сейчас пока мы не думаем о подготовке потому что выясняем наши отношения ссоримся миримся вот как только уже все плюс-минус стаканится тогда будем ехать выбирать кольца мне там сережки дальше идем роза это самая красивая самая лучшая девушка на проект спасибо большое так дианчик 00 спасибо большое так роза ли ты когда уже утрешь ему нос корону он одел высоко не собираюсь никому тирать нос я вообще не хочу никаких ответок делать я просто я такая какая есть я ему говорю что не доводи пожалуйста наши отношения до такого пика чтобы мне пришлось там уходить куда-то там не знаю уезжает заканчивать эти отношения два вот просто мы вместе давай друг друга любить давай друг друга уважать ценить не доводить до таких моментов что я там уже готова была вещи собирать уезжать но зачем тебе самому зачем-то нужно вы даже пошел к ведущим вот в тот же вечер пошел к ведущим начал говорить что мол все так вот она меня никогда не любила там мы расходимся там типа она уходит проекта на что ему уже ведущие ответили что мол андрей ну ты ее гонишь с проекта да ты это делаешь на эмоциях ты там хочешь что-то себя там показать все сам же потом будешь от этого плакать и страдать зачем ты это делаешь вот получается сам себе роешь яму потому что твое такое поспешное решение ну и в итоге конечно же миримся конечно он осознает что был неправ извиняется разговариваем в отношениях ну вот как то так знаете вот никогда не понимал этих людей которые вот насильно усугубляют ситуацию в том жалеют об этом ручка ты умничка оставайся такой же сильной искренней спасибо большое мне все говорят это как странно выглядело вы видели вообще мою реакцию все как стоит кричит что-то там материт там рвет заявление а я сижу просто такая чистая не знаю может то ли я устала то ли уже нет силы эмоций нет не знаю ну вот так как раньше я бы там уже бесилась бы кричала там нет у меня знаете вот какое уже отношение к этому ты покажи себя я посмотрю то есть раньше пыталась как-то его предостеречь там как-то во время заткнуть как-то там что-то делать а сейчас нет сейчас я даю человеку полную свободу полную вот делай так как считаешь нужным все а я просто наблюдаю и думаю смогу ли я так жить по жизни или не смогу поэтому на тот момент конечно да я думала что все я ухожу я не смогу ну вот это проблема которая у нас в отношениях не решается это тот момент что он пылит он на эмоциях делает много глупостей а потом из-за этих глупостей страдаем мы оба даже не одна я мы оба страдаем и как с этим бороться я не знаю ты сделала пластику груди нет не сделала до свадьбы я не успеваю потому что грудь не успеет зажить да то есть остался месяц даже меньше вот поэтому грудь не успеть зажить поэтому я решила перед оперед после свадьбы нас перед своим днем рождения у меня день рождения 6 ноября и я думаю сделать где-то в начальных числах ноября то есть там после свадьбы чтобы вот такой будет некий подарочек на день рождения так зачем за него выходить замуж розочка подумаю ну вы же знаете люблю я его и не за финансы как многие говорят вот у меня просто так убивают так говорят ли с ними за денег такой ощущением будто я не знаю андрей самый богатый мужчина в мире а я самая бестолковая не знаю там безнадежная ну вы серьезно то есть за каких денег я за год отношений ни разу него не попросила деньги ни разу не взяла от него денег ни разу но как бы я не хочу чтобы такой стереотип был даже эти деньги которые он не привел это наш семейный бюджет то есть все наши деньги какие-то там я какие зарабатываю рекламные он там рекламные путь это неважно да то есть это все общий бюджет нас нет там мою твое и то есть все у нас общий бюджет семейный бюджет поэтому я не хочу там у него что-то просить что-то там брать у меня также есть мои ну как мои мною заработанные рекламные деньги поэтому я не сижу у него на шеи там полностью я не хочу чтобы такой стереотип был так роза у тебя очень красивые губы спасибо большое все пишут что огромные хотя их вообще не трогаю так передай привет евгении бог пожалуйста евгения бог передаю вам привет нахер он тебя не понимаю ну ребята люблю я странный вопрос а год мы прожили вместе в женимся нахер он тебе но видите люблю да человек не идеальный до проблемные ну полюбила же теперь делать так почему ненадолго зашла ну потому что у нас скоро быть семейный совет вышла сюда к вам посидеть в эфире потому что в комнате андрей спит вот и буду бежать на себе не совет пока с вами поболтаю так вот все вы задаете вопрос вот зачем тебе такой вот мужчина ну знаете как скажу ну вот вот этим вот ребенок у вас родится да никто же не говорит что он будет там идеальный он будет там непослушный вредный где-то будет вас обижать вы же не будете отказываться от него потому что вы его любите так и я не ни в коем случае не хочу сказать что у меня к нему любовь как ребенка нет я имею ввиду что любовь равносильно по силе любви вот как у там у родителей к ребенку то есть они же не будут его прогонять и бросать из-за того что там какой-то вредный нет они его любят таким какой он есть да пытаются изменить да пытаются там немножко перевоспитать но любят любят безвозмездно вот так я и такая как я я далеко не одна такая много таких людей которые вот полюбить человек и все вот милена безуса вот полюбил и вот кутюбе и и там тряпкой тапком неважно она его любит также как болинская кудряшов каким бы гадом каким блин я не знаю не было не знаю как его еще назвать как бы он с ней не поступал но она его любит вот хоть убить она его любит она хочет быть с ним она постоянно возвращается к нему ну все это если ничего не придешь как она говорит у меня хочется не знаю там на другую планету отправьте в космос я все равно буду его любить ну ну есть такие люди вот которые вот преданно до последнего любит как не хотите отложить свадьбу нет ни в коем случае я такой человек если я за что-то берусь я довожу тело до конца если я уже решила жениться то есть выходить замуж да то есть нет я не хочу от этого отказываться мы долго к этому шли мы решились мне кажется разумно будет решать наши проблемы но не откладывается такие моменты как там свадьба ну такие глобальные тем более если мы не сомневаемся друг в друге у нас просто есть проблемы это нормально кто без проблем свадьба это будет да свадьба будет 15 числа у нас роспись 15 числа мы расписываемся в загсе но этот день как бы не в счет вот 18 числа мы летим на сейшала и там будем неделю то есть весь наш дом сссал летит и определенные участники из дома 2 то есть в целом нас будет человек 16 20 на острове свадьба будет вам скажу по секрету свадьба будет на вилле а получается церемонии там у нас битвилла красивая огромная с выходом на пляж там будет у нас церемония все будет вообще прям до мелочей мы все продумываем вот церемония будет потом мы вернемся в дом там будет фуршет там еще некоторые некие мероприятия потом мы все едем на яхту это как раз будет на закате и уже на закате на яхте в океане мы продолжаем празднование нашей свадьбы то есть одеты на церемонии вот на вилле мы будем там в платьях все как положено на яхту мы переодеваемся в купальнике парео там туфли на габлуках босоножки и просто едем на яхту тусить праздновать наслаждаться кайфовать без каких-либо там не знаю там вечерних длинных нарядов без этой всей бутафории просто будем кайфовать купаться на закате не знаю там у нас будет диджей диджей у нас будут ребята петь у нас будет своя культурная программа куча всего вкусного вкусного красивой яхты открытый океан вот так у нас будет проходить тусовка это все спрашивает а пока вот присматриваемся какие кольца мы хотим будем ехать ну вот сейчас решим между собой вопросы будем ехать кольца выбирать я вам обязательно поснимаю видео все покажу все расскажу и платье я вам сброшу в сториз закружу платье какое я хочу вот вы мне скажете да или нет но мне она очень сильно понравилось я действительно вот именно на острове именно в жару на сейшалах я вижу себя только в этом платье именно только в этом но ну правда крутое я выложу stories вот вы скажете ваше мнение счастье тебе хорошо что помирилась спасибо большое мои хорошие спасибо может принести свадьбу нет переносить не будем мою лёшу будешь свадь да конечно обязательно они едут они уже об этом знают ты лучше все будет хорошо спасибо большое за поддержку безумно приятно ты очень худая некрасиво я не могу с вами согласиться знаю что куда я с этим чего не могу поделать вес пока не могу набрать сколько раз в день кушаешь в день кушаю раз наверно 3-4 что-то документ что за документ их порвал кстати по поводу документа скажу что он порвал он и ворвал так серьезно потому что то что это документ важный на самом деле это не важный смотрите мы подали заявление за гд документы нам выдали вот это вот заявление там где написано в какую дату мы идем какой загс там и время то есть без этого документа который он разорвал мы можем спокойно прийти в ЗАГС, потому что он его разорвал. На следующий день звонит он туда в ЗАГС и говорит, так и так, я порвал заявление в ЗАГС. Его спрашивают, какое заявление вы порвали? То есть свидетельство о браке? Он говорит, нет. Заявление, которое мы получили при подаче документов. Она говорит, господи, да оно вообще не надо. Вас без него спокойно пропустят. Это чисто вам как напоминание, в какой день и в какое время нужно прийти на роспись. Поэтому все нормально, без него приходите. Главное, чтобы паспорта были. Так что, по сути, это заявление никакой роли не сыграло. Главное, что Андрей его рвало очень уверенно, с мыслями, что оно действительно очень решает. Не знаю, короче, у него в голове было. Знаете, как говорится, и смех, и грех. Так что, слава Богу, что это заявление ничего не решает. Так что 15-го числа идем расписываться. Кстати, очень долго мы думали, очень долго спорили по поводу фамилии. Брать ли мне его фамилию? Сейчас вам объясню, почему мы думали еще об этом. Андрей, в принципе, хочет, чтобы я взяла его фамилию. Он говорит, мне будет приятно, если ты будешь шибарена. Какой... Не то, что минус. В чем загвоздка? Смотрите. Так как я украинка, мне, чтобы поменять его фамилию, это нужно ехать в Украину, куча документов, подавать, вот это вот все менять. У меня же права есть. Паспорт загран, паспорт внутренний. Вот эти вот все кучи документов, это будет очень сильная такая длительная возня. Потому что Майя поменяла фамилию, Лехину брала, то она тоже возилась очень долго, короче. Много возни было, много всяких нюансов. Но она здесь же, в России, понимаете. А мне, вот ехать в Украину, в Украине это все вот так вот, вот так вот. Не знаю, короче. Пока думаем. Вот что вы думаете по этому поводу? Все-таки заморачиваться, да, менять? Или я могу, в принципе, остаться своей фамилией? Ну, мне нравится моя фамилия. Мне очень, наверное, нравится. Райсон. Ну, просто знаете, почему? Я еще тоже склоняюсь к тому, чтобы поменять, взять его фамилию. Потому что, ну, вы представьте, у нас будет полноценная семья, там, да, у нас будут дети. К примеру, там, мы приезжаем в аэропорт, да, вот все под одной фамилией, а я, типа, отшельник какой-то с девичьей фамилией, то есть девушка кто его. Поэтому, не знаю. Как по мне, кажется, что если уже семья полноценная, то все должны быть под фамилией мужчины. Мы еще пока вот так вот сомневаемся, думаем об этом. Но, скорее всего, скорее всего, я все-таки буду менять и брать его фамилию. Я сначала думала, через дефис, типа, Райсон Шамарина. Андрей сказал, нет, ты будешь просто шабарина. Вот, так что, такие вот дела. Так, сейчас опущусь вниз, посмотрю, что вы мне тут пишите, потому что много сообщений пропустила. Подождите. Так. Ты ничего себе, как я вначале читала все сообщения. Вот, вижу, зачем выходить в прямом эфир в 8-м лог. Сейчас, подождите, поотвечаю на ваши вопросы. Я просто вначале еще застряла. Конечно, менять даже не думая. Ну, вот, мне, в принципе, тоже говорят. Какая у тебя фамилия настоящая? Ну, смотрите, моя фамилия, которой я училась в школе, была Форзун, как и у моей мамы. Вот. Но я поменяла на Райсон, потому что я не хотела носить фамилию отца. Потому что он нас оставил, бросил. Ну, тоже с детства тянется. Хотя фамилия своя класса. Спасибо большое. Мне она тоже нравится. Ну, хотя ведь я хочу какого-то, знаете, вот семейного единства, что ли, когда вот по данной фамилии чувствуется, что семья. А если еще изменит, простишь? Нет. Он знает, что нет. Не прощу. Ты с Украины? А откуда? Черкассы. Центральная Украина. Как ты думаешь, Кудряшов и Болинская будут вместе? Можешь мне, пожалуйста, ответить? Думаю, да. Да, вот сейчас у них такой трэш творится. Вы, кстати, увидите потом в эфирах. Вообще жесть там, что творится. Но мне кажется, да, они будут вместе. Потому что они друг от друга зависимы морально. Такие эмоции, которые дает Настя Лёша, никто не даст. Так. Все, сейчас отвечаю на новые вопросы. Уже не иду вглубь. Так. Привет с Уфы. Уфа привет. Так, блин, ты такая классная. Без всяких закидонов. Очень добрая. Спасибо большое. Да, это такая есть, на самом деле. Простая, обычная, всепрощающая, понимающая. В общем, это мы и плюс, и минус. Так. Жесть это у вас. Да, жесть у нас, да. У меня порой уже такой страх, что у нас никогда не будет ничего спокойного и стабильного. По-моему, он не достоин тебя. Да, достоин он. Просто его менять нужно, помогать ему нужно. Он, блин, порой теряет себя, его заносит жестко. Мне его в этом плане жалко, потому что я знаю, что он хороший. Ну, заносит человека, блин, убитно мне, потому что он, он очень хороший человек, на самом деле, очень хороший. Привет, Белгорода. Привет, Белгорода. Слушай, как родной город. А для чего насильно женишь его на себя? Ну, во-первых, насильно никто никого не женит. По поводу свадьбы, вообще, изначально это была его инициатива жениться. Мы подобыли за периметром, он мне говорил много раз, вот, летом мы с тобой поженимся, летом у нас будет свадьба. Также предложение он мне сделал сам, всё сам делал. То есть, ну, это не по моей просьбе, не по моей инициативе. Так что насильно никто никого в ЗАГС не тянет. Я ему даже сказала, что после того, что ты вычутил налобную, я вообще ничего не хочу. На семейном совете я готова уйти. Поэтому я никого не заставляю, я просто спокойно к этому отношусь. Он поступает так, как считает нужным. Тем более, если бы я его насильно держала бы возле себя, а вы знаете, Андрей не тот человек, который будет насильно с кем-то или из-за чего-то. То есть, ему станет некомфорт, но с его стороны есть любовь. Но так как он не идеальный, так как ему 35 лет, у него также есть какие-то такие моменты, которые уже закоренело сидят в нем, то в этом плане у нас, конечно, тяжело. У нас происходит из-за этого конфликты. Но то, что любовь есть, я не сомневаюсь. Какого числа свадьба? 15 октября у нас в росписи, а уже с 18 числа мы были там на США и там были свадьбы. Почему и зачем ты его прощаешь? Прощаю, потому что очень сильно люблю. Ну ты, красоточка, спасибо большое. А чего не на все вопросы отвечаешь? Вот сейчас я уже по очереди читаю вопросы, буду отвечать на все. Просто хочу максимально раскрыть ответ, не пусть на все ваши вопросы развернуто как-то ответить, чтобы вы поняли все. Вот. Так. Он даже не может сказать тебе, что любит тебя. Кстати, я скажу честно, да, ему тяжело порой признаваться в любви, и ему тяжело говорить слова любви. Он это говорит мне, но ему, знаете, я как скажу вам, ему это тяжело, что ли, под камерами делать, потому что, я вот даже у меня срыв был такой, я просто ему кричала, говорю, блин, ты дома, когда мы приезжаем, домой, ты другой, ты ласковый, ты нежный, ты меня там всю целуешь, сколько-то головы, а здесь ты пытаешься оказаться каким-то таким сердитым, строгим, каким-то таким неприступным. Зачем? Будь таким, какой ты дома. Я же знаю, какой он дома, дома он другой. Дома он более такой, нежный, ласковый, более любвеобильный, да. Это здесь он пытается себя показать вот у такого. Убьет тебя когда-нибудь, да, нет, не убьет. Сейчас, покусите секундочку. Я посмотрю, как там у меня, запекаю я ножку, индейку. Сейчас посмотрю, как она у меня здесь. Сейчас покажу вам, что у меня здесь. Оп. Ну, в принципе, она уже почти готова, можно выключать. Так, раз и два. Вот. Сейчас выйду. Индейка готова. Андрей спит. А я с вами поболтаю еще немножечко. Так, что, поехали. Что у нас дальше по вопросам? Привет из Чувашии. Будь счастлива. Ничего себе, здравствуйте. А где Чувашия? Что это такое? Первый раз слышу, ей-богу. Так, подождите. Все буду. Будь шабарина. Хорошо. Так. Главное тебе, чтобы с человеком тебе было хорошо, а все остальное ерунда. А я полностью согласна. Полностью с вами согласна. Зачем он порвал документы? Ну, потому что эмоции. Потому что дурные эмоции, дурные действия. Ты сколько весишь? Сейчас вешу где-то 42 килограмма, 43. Передай привет, пожалуйста. Елена Кишенко 2. Передаю вам привет. А ты так и будешь сидеть и говорить о... Ой, я такая добрая, всепрощающая. Так я такая и есть. Может, не надо этой свадьбой, Русечка, подумай. Ну, как не надо? Я люблю человека, я хочу связать с ним свою жизнь. Я в этом уверена. А его насильно никто под венец не тянет. Если он хочет, он делает. Не хочет, его никто не заставляет. Но хочет. Ты хочешь детей и пока не хочу. Пока я не готова к ним. Здорово, супер пара. Спасибо большое. Безус с Миленой будут вместе. Однозначно будут вместе. Они уже... Это уже как диагноз Безуса, Милена. Они постоянно будут вместе. Мне кажется, их ничего не в силах разлучить. Так же, как и мы с Андреем. Причиняем друг другу боль, кричим, срываемся, доставляем какой-то дискомфорт, расходимся, но все равно сходимся. Почему? Потому что мы понимаем, что лучше, чем мы, ну, друг другу, мы больше не встретим. То есть Андрей понимает, что лучше девушку, чем я, он не встретит. Потому что мы очень друг к другу душевно, духовно подошли. Я ему подошла. Он говорит, что, блин, у меня в жизни ни с кем не было такого взаимопонимания, как с тобой. Ни с кем не было. Он говорит, и я знаю прекрасно, что если мы с тобой, ну, не дай бог, там, разойдемся, я больше такого человека не встречу. Потому что, ну, с тобой, я не знаю, там, на миллиард процентов у меня взаимопонимания. Только с тобой. у меня ни с кем такое имени было. Ни с кем, никогда за всю мою жизнь. Поэтому, ну, и я так же. Я его чувствую. Мне он, знаете, мне он друг, любовник, муж, семья, подруга. Он мне все вместе. Вот. Я вам хочу сказать, конечно же, вы можете мне не верить, вы можете думать, что это я там себе вбила в голову, я там витаю в розовых облаках. Я вам скажу так честно, смотрите, вы же за нашей жизнью наблюдаетесь с экрана. То есть эфир, который идет там 40 минут или час, да, то есть вы наши отношения видите минут 10-15 в общей сложности. И вы по ним судите, да, то есть по тем самым ярким нарезкам, которые попадают в эфир. Но те нарезки, они идут с 24-х часового дня. То есть все, что за сутки произошло, вот эти вот маленькие нарезочки попали, и вы по ним судите. Но вы же не видите всю остальную кухню, вы же не видите все остальные там 23 часа нашего времени, да, скажем так. Вот. Поэтому уж, поверьте мне на слово, я далеко не глупый человек, я никогда не страдала какой-либо там паранойей или самовнушением. Если я вижу от человека любовь, если я вижу к себе тягу, если я вижу старания, только поэтому я еще в этих отношениях, только поэтому я даю шанс и помогаю. если бы я это не видела и не чувствовала, я бы давно ушла. Вот. То, что он совершает глупости, то, что он вот так вот поступает, это... какой-то, я не знаю, ну, срывы у него такие, не контролирует себя, психи, нервы, это все дает, конечно, такое. Ну, его любовь его стимулирует к изменениям. Передай мне привет, пожалуйста, Ди Булакова. Передаю вам привет. Ты такая худенькая, какой рост? А рост у меня где-то 165. Так. Как Дом-2 выходит в эфир в этот же день или на следующий? На самом деле, разница у нас с вами неделя. То есть, то, что вы смотрите сегодня, у нас было неделю назад. Дорогая, мало весишь, нужно поправляться, а то Андрей большой задавит тебя. Согласна. Андрей, кстати, меня постоянно заставляет кушать, много кушать, постоянно иди кушай, иди кушай, поэтому уж точно не голодаю. Почему тогда не уйдете с проекта, раз он там лучше? Смотрите. Ну, я хочу, чтобы... Вот смотрите, я одинаковая везде, я ему тоже говорю, будь самим собой. Мы уже разговаривали на эту тему с коллективом, коллектив ему тоже сказал, Андрей, это неплохо, если ты можешь казаться рядом с женщиной слабым, если ты можешь там, не знаю, целовать ее, обнимать, говорить, как сильно ты ее любишь. Это нормально, то есть, это не стыдно. А он к этому так относился, что будто, если он будет меня лишний раз обнимательно целовать, то его там засмеют, будут там стебать его, подкаблучником назовут. Он так сильно боялся этого суждения, что он постоянно такой со мной про жесткий, вот такой вот, вот такой. Ну, на самом деле, он не такой, скажу вам честно. Я это говорила и ребятам, и на Доме-2 на Лубном, когда Ольга Бузова вела Лубная, нашу тему подняли, я ей сказала, что Олечка, я хочу увидеть рядом того Андрея, который дома. и все ему сказали, там, Юббара, Фёдор, Фёдор высказался, они все ему сказали, что Андрей, ничего здесь такого постыдного, страшного нет, ты можешь проявлять как свою силу, так и свою слабость. Говори в нижные слова, да, будь тем любимым мальчиком, которого она так сильно любит и обожает, не пытайся кем-то казаться, будь самим собой. Ну, ничего, она учится, я рядом. Привет, родной смело, ой, Любовь Заславская, здравствуйте, очень рада вас видеть, предаю вам привет. Правда, очень приятно, что вы у меня в эфире. У тебя же отцовская любовь к нему, ты говорила. Смотрите, да, я не отрицаю, вот моя любовь, возьмем ее так, вот 100% в моей любви, она не на 100% к нему как к отцу, нет, процентов может, не то, что именно как к отцу, неправильно я выражаюсь, я получаю от него то, что хотела бы получать от своего отца, то есть имею в виду, что не то, что я на него смотрю как на отца, нет, это не то, я, понимаете, это тоже неправильно высказалось, когда сказала как к отцу, нет, мне в нем качества нравятся такие вот, которые отец мне не додал, вот как-то так, но люблю я его как мужчину, хочу я его как мужчину, воспринимаю как мужчину, но очень обращаю внимание и ценю вот то, что он там решает все, то, что он заботится, то, что он вот так, так, я сказал так, нужно, подожди, куда ты пошла раздетая, там, оденься вот, кстати, мне это просто нравится, мне это забавляет, меня это как-то расслабляет, утешает и дает мне какой-то, не знаю, силы внутренние и позитивы, вам серьезно скажу, вот, когда он там, а ну сядь покушай, еще кушать, я сказала там, ну прям, я чувствую себя за мужчиной, вот, когда он так вот все берет в свои руки, но любовь мне к нему, ну, конечно, как мужчине, я же его хочу, я же его там, ну как мужчину воспринимаю, правильно, ну вот какие-то такие черты, больше ценю, потому что, да, у меня не было отца, и Андрей мне и отцовскую любовь дает, вот, как скажу, вот, какой-то процент дает отцовской любви, помимо мужской, вот это вот мне очень приятно, это я вам скажу честно, меня еще больше к нему притягивает, чем просто мужская любовь, ну если там вот, чисто как вот мужчина, А то, что он еще дает какие-то отцовские моменты, мне восполняет, заполняет, да, то есть это у меня еще больше к нему прям располагает, поэтому, наоборот, в хорошей форме. Так, ты мне ответишь или нет, какой объем ресницы? Да, отвечаю. Вот, сейчас у меня уже осталось там три ресницы, так-то я наращиваю 3-4, да, кукольный эффект. Длина 12-13. Сколько тебе лет, на самом деле? У меня день рождения, 6 ноября 1997 года, считайте. Передай привет Юлии из Ставрополя. Юлия из Ставрополя, я передаю вам привет. Так, о господи, люди, если вам не нравится смотреть, не смотрите, зачем оскорблять? Такой она человек, так же, как и вы. Откуда сколько дерьма? Да, я с вами полностью согласна, я поэтому не читаю весь негатив, который пишут, я на него не обращаю внимания, правда, я отвечаю на заинтересованность людей, я отвечаю на вопросы, которые людей интересуют. А тех людей, которые зашли чисто самоотводиться за счет меня, я даже не обращаю на них внимания, потому что мне не до них, у меня жизнь намного насыщеннее, чтобы обращать внимание на таких людей. Я буду общаться с теми людьми, которые ко мне расположены, которыми я могу быть полезной, которыми я смогу там что-то донести, либо поднять даже настроение элементарно. Вот, с такими людьми я хочу вести диалог, ради вас я выхожу, чтобы ответить на ваши какие-то вопросы, а негатив, честно вам скажу, вот даже комментарии там пишут всякую гатость, я даже не читаю, честно. Вот раньше я там заморачивалась, читала, блокировалась, сейчас вот реально плевать, вообще плевать. Я смотрю там на, не то, что только на положительное отвечаю, да, порой, я всегда как говорю, я критику умею воспринимать. Вы можете написать мне там, почему ты там такая худая, там, что ты не ешь, там, я отвечаю на такие комментарии, то есть, да. Но если мне там пишут какими-то оскорблениями, что мне отвечать такому человеку, если человек уже деградировал, мне с ним не о чем разговаривать, то есть это человек не моего уровня. А если те, которые там в чем-то меня там осуждают, не понимают, я с удовольствием на такие комментарии тоже отвечаю. Я отвечаю в сообщениях личных на такие же вопросы, когда мне пишут по пять сообщений, Роза, там, ты не права, там, то-то-то, я тоже отвечаю. Здесь нет ничего такого. Но когда ко мне с негативом, ну, извините меня, как я могу с такими людьми общаться? Так, Баля Кудряшов, помирились теперь, пожалуйста? Нет, они пока не помирились. Так, зачем ты простила, Шабарина? Поступил так раз, поступит и еще. Ты классная, спасибо большое. Простила, потому что люблю и решила дать шанс нашим отношениям. Поступит так еще раз, значит, оказывается, нам не по пути. Но выбор за ним, знаете, как я говорю? Вот чему быть, тому не миновать. Если нам суждено всю жизнь пройти вместе, если нам суждено всю жизнь прожить вместе, да, там, семью создать, так и будет. Но если не суждено, ну, что-то, да и случится, правильно? Поэтому мне кажется, что сидеть и бояться чего-то, вдруг что-то произойдет, вдруг там то, нет, я так не буду. Я человеку поверила, я ему дала шанс. Если это будет неоправданно, если он как-то еще там меня там либо предаст, либо что-то сделает, значит, это уже будет, я не знаю, там, такой прям жирнущий знак свыше, что это не мое. Ну, тогда уже можно со спокойной душой заканчивать отношения, правильно? Потому что если бы я вот это вот первый раз, один раз не простила, я, возможно, себя бы корила там, а вдруг бы это был бы последний раз, да, первый и последний, а вдруг человек бы изменился, понимаете? Поэтому я простила в первую очередь для себя, чтобы это все пережить, вот, и в дальнейшем не жалеть. Если я, ну, ошиблась, да, то есть время покажет. Будет, конечно, обидно, жалко, но селеве, как говорится. Можете ответить, в каком городе жила и работала Виталия? Жила и работала Алессандрия, Турин и Милан. Ты выглядишь старше своих лет? Возможно, да, потому что, кстати, я очень, когда я исхудала, я стала старше выглядеть. Потому что, когда я пришла на проект, вот, несмотря на мои розовые волосы, то есть у меня такие же щеки были, я выглядела нормально, ну, на свой возраст выглядела. А сейчас похудела очень жестко, поэтому старше выгляжу. Ну, плюс недосыпание, стресс, вот видите, у меня, ну, уставший вид немножечко. Так. Почему черно никак не похудеет? Кстати, честно скажу, я сама не понимаю, он уже сколько сидит на этой диете, что-то никак, вот просто никак. Не знаю. Вы отвечаете на вопросы или можно не писать? Я отвечаю на вопросы, ну, подождите, ну, вы же много вопросов пишите, я не могу сразу на все ответить. Я стараюсь поочередно отвечать на интересные вопросы. На одни и те же я не хочу отвечать по сто раз. Конечно, пишите, я отвечаю на все вопросы. Вы с Андреем вместе живете или вы оба перешли на дом 2? Нет, мы живем вместе, на дом 2 никто не шел. Так. У себя живем. Роза секс и девочка, спасибо большое. Есть прыщи? Интересный вопрос. Ну, пока нет, но раз в месяц могут появляться, как и у каждой девочки. Андрей порвал заявление почему? Почему? Потому что сглупил, на эмоциях сделал то, о чем пожалел. Вот. Леша. Hello. Леша, почему Андрей порвал заявление? Оно ему не нравилось. Он хотел бы что-то оглашение прикинуть. Там просто что-то было с ним не так. Да. А, он порвал, сейчас совсем забыл, он порвал, потому что знал, что оно ничего не значит, потому что все равно дата уже в ЗАГСе стоит. А это просто типа такая бумажечка непонятная. Чисто пошутил, короче. Он перепутал, 1 апреля была недавно, а он думал, что это дело. Леха. Ой, так. Роза, сколько миллилитров? Такое лежу, губы, они очень красивые. Спасибо большое. Последний раз уколола где-то, может, 0,7 или 0,8. И сейчас не хочу вообще их трогать, пусть немножечко уменьшится. А то что-то большое я сделала. Андрей спит, свадьба будет 15 октября. Да, у нас будет роспись 15 октября. Роза, ты секс и девушка, хочу быть такой же. Спасибо большое. Что могу сказать? Нифига не секси, не худейте. Потому что вот 42 килограмма это очень мало. Я хочу набрать 5 килограмм. Вот тогда я буду секси. Сейчас пока еще не секси. Не хватает мне вот попы, ляшек таких, которые у меня были. Роза, надо работать над отношениями, на судьбу нельзя только рассчитывать. Да, я с вами полностью согласна. Я так же абсолютно делаю сейчас, да. То есть я делаю все по максимуму, что от меня зависит. Вот вкладываюсь, выкладываюсь. Вот. А там уже, как говорится, как Богу угодно. То есть я делаю все, что от меня требуется, и даже больше. Ну, а там, знаете, порой в жизни случаются такие вещи, которые прям предсказать, предугадать тебе вообще нереально. И потом задаешь вопрос, а почему так, а почему так, а ответа нет. Поэтому нужно выкладываться по максимуму, а там уже как судьба тебя отблагодарит за это. Сдаешь вопросы, не отвечаешь даже. Так, подождите, я отвечаю на все вопросы поочередно. Напишите еще раз. На одни и те же вопросы я не отвечаю, я иду дальше. Где ты делаешь губы? Ой, да, каждый раз у разного мастера. Это правда. Так, важны ли оценки в школе? Я вам скажу честно, нет. Оценки это не показатель. Не оценка вашему уму-разуму, вашему развитию. Поэтому. Леша с Майей уже утепляются. На улице Морозович, что это у Богу? Вот. Что там, Леша, у тебя красивый? Уродно. Ё-моё, все куртки подоставали. Обалдеть, как холодно. Замерзло. Вот так вот все утепляются. Где сейчас все? Да по разным комнатам разошлись. За что любишь Рапунцель? А, за прямолинейность и непредсказуемость. Честно. Рос, когда у вас свадьба? Редко дом 2 смотрит. 15 октября у нас роспись. 18 октября дом ССЛ и домовцы летят на Сейшелы. Ура. Андрей просто вспыльчивый. Да, это его, кстати, такой прям весомый недостаток. А кто из вас переехал в другую комнату? Никто никуда не переехал. Мы остались в своей комнате. Рос, тебя не напрягает общение Андрея с Любой? Нет, не напрягает. Вообще, меня не напрягает Андрей общение вообще с кем-либо. То есть пусть с кем хочет, с тем и общается. Так же, как и я. Я же тоже общаюсь не только с девочками на проекте. Здесь ничего такого нет. Так, свадьба будет пышная или в узком кругу? Ну, как сказать? Не сильно пышная, но не прям вот в узком кругу. Ну, в общем, увидите. Так, комфортно жить со всем участниками ССЛ. Да, честно скажу, комфортно. Если бы сейчас даже стоял бы выбор перейти на дом 2, я была бы против, я бы не хотела. Мне реально в этом доме комфортно с теми людьми, которые с нами здесь находятся. Поэтому... Так, ты не с Андреем, а Андрей в комнате спит. На доме 2 нельзя телефоном пользоваться. А как тебе удается? Так это же на доме 2 нельзя. А на ССЛ можно. У нас телефоны не забирают. Когда у нас свободное время, мы можем снимать сторис и выходить в прямые эфиры. Не думала, что украинки могут быть такими воспитанными и шикарными. Спасибо большое. Лёх, ты слышал? Это комплимент тебе тоже. Человек пишет, что не думал, что украинки могут быть такими воспитанными и шикарными. Это тебя касается тоже. Ты же тоже украинец. Мы такие, мы хорошие на самом деле. Открытые душой на распашку, добрые. Знаете, вот свойство у нас такое. Если уже любим, то до последнего, до талого. Отдаёмся всем. И вот я такой человек, я последняя. Лёха, что там у него? Я такой человек, что я вот последняя там, последнюю рубашку. И Лёха такой же, вот видите? Последний баул достает. Давай, может, кресло отодвинем? Нифига себе. Это всё майки? Сколько вещей. Вот люди утепляются. Так. Сейчас вас снимают в камеру? Ну, у нас камеры снимают всё время. А то, что попадает в эфир, то, понятное дело, что не всё. Роза, что больше любишь, шубы или куртки? Скажу честно, и то, и то люблю. Не могу что-то одно выбрать, потому что... Не, чаще всего хожу в куртках. Пуховики люблю очень сильно. Там, вы видели, у меня куртка есть такая, нежно-мятного такого цвета. Она прям такая зефирка. Вот, я её просто обожаю. Ну, конечно, в какие-то там такие места, там, как ресторан, вот такую-то важную встречу, там, да, то, конечно, одеваю шубу, ну, более прилично, скажем так. А в куртке хожу здесь, вот, в доме-два, мне вообще кайфово. Слабо Андреев сковородка по голове. А зачем его бить сковородкой по голове? Как, на твой взгляд, политика между Украиной и Россией? Вот, честно скажу, я туда даже не лезу, не пытаюсь понять, потому что в любом случае и нашим, и вашим, и Украине, и России показывают то, что нужно. А не то, как есть на самом деле. Поэтому я даже это не углубляюсь туда и не комментирую. В любом случае нам показывают то, что нам нужно знать, но ничем не больше. Так, ты была в Крыму? Да, была. Мне очень понравилось. В Ялте, в Севастополе была. В Симферополе была. И еще где-то была. В Саках была, это же тоже Крым. Ты вообще очень хорошая, спасибо большое, очень приятно. Как ты училась? Скажу честно, ну, я не была отличницей. Ну, как, в начальных классах я очень хорошо училась. А потом я начала увлекаться там своим, вот, гуманитарием меня больше интересовало. Но я училась в математическом классе. У меня было много физики, много химии. Мне это было, так сказать, не очень интересно. Я физику вообще не любила, химию не любила. И математика мне немножко поднадоела. Но потом уже, когда на 10-11 классе я перевелась в другую школу, где у нас там был английский, немецкий язык, там, я вообще кайфовала. Поэтому, ну, училась в среднем. Ну, где-то, не знаю, там, четверка, на четверке плюс-минус. Вот так вот. Не троечница, но и не отличница. Моя невестка украинка. О, видите. Я вообще, знаете, сейчас скажу. Вот не важно, какая национальность. Украинка, русская, не важно. Вот зависит от человека, да. Как говорится, в любой стране есть и хорошие люди, и плохие люди. Все зависит от людей, а не от национальности. Если человек, я не знаю, там, с детства заложено быть нормальным, человеком быть, то он будет, я не знаю, да хоть он в Таджикистане, там, не знаю, в Арабских Эмиратах родится. Не важно. То есть он будет человеком. А если это не дано, не заложено, то, не знаю, хоть он в самой цивилизованной стране мира будет жить, но не будет он человеком. У вас холодно? Да, у нас очень холодно. И вообще мерзнем. Я в шоке просто. Я, знаете, это вторая зима, которую я буду зимовать. Потому что до этого всегда, как была зима, я старалась куда-то там улететь, уехать, где-то работать, за границей, где тепло, чтобы только не сидеть. А холод жутко ненавижу. Я такая мерзлячка вам, просто не передать. Я боюсь холода. Мы постоянно выходим, смотрим на Ломное, на семейные советы. Я постоянно вот так вот иду, я там сижу. Мне так холодно. У меня ноги, у меня все мерзнет. Андрей постоянно сидит. Говорит, так, кот, а ну давай, это все у меня вообще гулять, чтобы меня зимой вытащить куда-то погулять. Ооо, я реально, как представлю, нужно одеваться, тепло, куда-то идти. Я прям вообще. Как отношения с ребятами? С ребятами все хорошо, сейчас все нормально, ни с кем не ругаемся. Сейчас на поляне, да, вот смотрите, сижу. В коридоре, в библиотеке. Привет из Краснодара. Привет, Краснодар. Так, привет, ты любишь готовить? Ну, да, мне нравится, мне доставляет удовольствие. Только я люблю, когда на кухне я одна нахожусь, одна хозяйка. А вот когда там никто меня там не двигает, ничего не берет, тогда я одна готовлю. Когда у меня все вот так вот ингредиенты есть, мне никто не мешает, вот так и люблю готовить. Но у нас это очень тяжело сделать, потому что, когда кто-то один заходит на кухню, тогда другой, третий, четвертый, пятый. Вот всем вот так вот возле этого стола мечем, создать эту сковородку, ту кастрюлю. Короче, места не хватает, поэтому у нас с этим всегда проблема. То есть, что вы пристали с этим курением, могу Айкас покурить? Если для вас это так важно. Когда нахожусь в компании, где раньше получается, как я, ну, сказать, что я там постоянно курила, нет, кальян мне нравилось курить. И еще, знаете, в таком подростковом возрасте это, знаете, как вот в привычку вошло, когда-то мы с ребятами там встречались, могли там, ну, выпить какие-то напитки, да, алкогольные. Вот, еще в универе помню, тогда, да, могла с девочками курить, скажу честно. Вот, и сейчас, ну, сейчас вот Айкас мне нравится тема, скажу честно. Электрошка. А потом, что еще хотела сказать? Забыла. Что-то я хотела еще ответить, ну, ладно, фиг с ним. Смогла бы ты отказаться от мяса? Скажу честно, смогла бы, и еще спокойно, потому что у меня мама, папа вегетарианцы. Вот, я из мяса люблю только курицу, то есть остальное, другое мясо, но мне тяжело кушать. Я там, ну, какую-то сырокопченую колбасу еще могу скушать. Ну, там, типа, как вот говядину, там, баранину, вообще не могу, это не мое. Выбрала свадебное платье? Да, выбрала. Ну, как выбрала? Я выбрала, который мне нравится, но его нужно немножечко еще вшить, потому что оно в талии на меня, ну, чуть свободного кроя. Вот, я хочу, чтобы прям облегала. Ну, я вам сброшу еще в сториз платье, которое, думаю, либо это, которое я там поеду мерить, смотреть, либо то, что я вам в сториз загружу, я нашла в интернете вообще бомбовое платье. Если вы его оцените, то мне такое же пошьют на заказ, ну, прям классное. Чем вы обычно занимаетесь в свободное время? Ну, сейчас у меня есть свободное время, я либо готовлю, либо убираю, сижу в телефоне, слушаю музыку, либо выхожу к вам в прямой эфир. Не смущает разница с Андреем? Да нет, не смущает, главное, чтобы разницы особо не было в мышлении. Какого года рождения? 1997-го. Привет из Челябинска. Привет, Челябинск. Ты интересуешься делами Андрея или не нужно лезть в дела мужа? Интересуюсь, конечно, скажу. Более того, мы часто разговариваем про его работу, он делится, советуется со мной, поэтому я всегда в курсе его дела, я всегда спрашиваю, как у него дела, как там достижения, продвижения. Мне интересно, мне это, ну, как бы, не то, что там я там не хочу лезть, так мне самой интересно, я у него спрашиваю, как там тот объект. А как там то прошло, как встреча? Ну, так же и он, вплоть до того, что там моими какими-то там делами интересуется. Даже вот с момента там даже наращивания волос, он там спрашивает, а как там то хочешь делать, а покажи там то, то. То есть, даже вот такими вот мелочами, ну, мы интересуемся, потому что это его жизнь, а это моя какая-то жизнь, да, и мы спрашиваем друг у друга. Это очень, на самом деле, мило и приятно. Роза, почему нельзя пользоваться телефонами на Доме-2? Ну, такое правило на Доме-2 было еще с покон веков, не знаю, наверное, потому что бы люди постоянно не зависали в телефонах, а общались, друг с другом отношения строили. А у нас, так как дом семейный, нам разрешают пользоваться, потому что мы отношения, ну, так сказать, построили, у нас уже были семейные отношения, и чтобы мы общались с вами, также уделяли вам внимание, вот. Нам дали такую возможность. Ты отвечаешь на то, что ты только знаешь. Почему я отвечаю, стараюсь отвечать на все вопросы, но на те, которые повторяются, я не отвечаю. Курица — это не мясо, а мясо это. Твое отношение к Боленске. К Боленске очень хорошо отношусь, на самом деле, нормальная девочка. Вот, просто полюбила всем сердцем, вот до безумия, что теперь не знает, какие быть, не может выйти из этих отношений никак. По миллионаре возьмешь, но склоняюсь к тому, чтобы взять, да. Нафига ты за него замуж хочешь? Потому что любим мы друг друга, ну что за вопросы? Даешь ресницам отдыхать в плане наращивания? Честно скажу, нет. Уже давно не давала. На США в последний раз у меня ресницы отдыхали, это было год назад. А потом наращивала все время, потому что... А, нет, вру, вру-вру-вру-вру-вру. На США отдыхали и зимой я несколько месяцев не наращивала. Поэтому с зимы, ну где-то... Не, с весны, я нарастила где-то в марте, перед 8 марта я нарастила. Вот, поэтому с марта месяца наращиваю беспрерывно. Так-то я считаю, что раз в полгода в идеале дать месяц отдохнуть, ну или хотя бы раз в год два месяца дать. Я делаю второй вариант. Не хотелось бросить все и уйти? Да, хотелось. Скажу честно, у меня часто такие мысли посещают, особенно после конфликтов. Но, как видите, не могу. Ты кем и где планируешь работать, кроме проекта? Смотрите, если мы уйдем с проекта, у меня есть соцсети, да, вот Инстаграм. Я буду заниматься рекламой. Мне это интересно. Я буду вести свой видеоблог. Вот, и также я хочу... Ну сейчас я уже возобновила изучение этих итальянских, как бы, иностранных языков. Ну что, немножечко подзабыла, подзатянула этот момент. Вот, целый год у меня не было практики. Я же почему в предыдущем эфире писала, что, ребята, те, кто знают иностранные языки, там, например, итальянский, французский, то есть давайте будем общаться. Я хочу практиковать, потому что, когда выйду за периметр, я хочу развивать себя как-то в этом направлении. Не знаю пока как, вот, но в планах есть. Это то, что меня интересует. А пока я на проекте хочу разными хобби заниматься. Вот, у меня вокал интересует, у меня танцы интересуют. Я, кстати, говорю, Йоси, давай будешь хозяином дома, будешь нас танцевать учить. Потому что я занималась танцем вообще 9 лет. У меня тело приспособлено, ну, то есть для танцев. У меня оно пластичное, просто я не занимаюсь. К вам Оля и Дима придут на свадьбу? Ой, кстати, этот вопрос вообще решаем его, потому что они не хотят, они Василиску не хотят оставлять. Я говорю, оставьте ее на Татьяну Владимировну. Я поговорила с Татьяной Владимировной. Татьяна Владимировна говорит, да боже, без проблем, пусть Василиска остается со мной, я с ней побуду эту неделю. Они пусть езжают, я только за. Нет, Оля уперлась с Димой. Он говорит, нет, ни в какую мы ребенка не оставим, у ребенка должна быть мама. Говорит, ну да при чем, да вы есть у них родители, да, то есть уже не то, что бросаете ребенка, вы едете на свадьбу. Ребенок у вас большой, ну, в плане большой того, что это не грудничок, она ходится, она играется, все, то есть она, ну, не как Богдан, она уже взросленькая, то есть ее можно ставить на бабушку. Тем более Василиска, она очень умная, спокойная, ну, не плакса, не вредина, реально очень хороший ребенок. Ну, не знаю, вот они прилетят с Владивостока, мы будем еще с ними разговаривать, потому что мы очень хотим их видеть на нашем торжестве. Вот, я надеюсь, что они изменят свое мнение. Кирилла Фишелл, передаю привет. Не мешают реснички? Вы посмотрите, что у меня осталось от этих ресниц. Видите? Смотрите. Вот. Завтра коррекция, у меня уже три ресницы осталось. Роза, я тебя обожаю, я вас обожаю. Мои хорошие. Ты клевая, спасибо большое, мои зайчики. Роза, ты такая верная, любишь своего мужчину? Ага. Меня бы так любили. Так, Инстаграм это не работа. Так я же вам говорю, я же не собираюсь только одним Инстаграмом заниматься. Припоминаешь Андрею измену? Нет. Кстати, ни разу. Ни разу не тыкнула, ни разу не высказала. Просто, знаете, я для себя решила, мне оно надо, а мне оно не надо. Я не хочу жить в прошлом, я не хочу вспоминать прошлое, особенно какие-то там негативные моменты. Я живу настоящим. Развиваюсь, делаю планы на будущее. Зачем мне что-то припоминать из прошлого, если я буду просто разговаривать с человеком о будущем или о настоящем? Зачем разговаривать о том, что уже не изменить? Как девичник и мальчишник будете отмечать? Ну вот, как и решили. Девичник у меня будет без танцоров, потому что мне они не нужны. Из-за этого мы поссорились с Андреем, и я пришла к такому выводу, что мне же, по сути, они вообще нафиг не нужны были. Для меня это было не принципиально. Я просто пошла на принцип из-за того, что мне хотелось хоть в чем-то Андрея разубедить. И, кстати, к большому удивлению, Андрей разрешил мне танцоров. На следующий день он сказал, что я не против, если она хочет, пусть у нее будут. То есть на семейном совете, вы же видели этот эфир, он сказал Владу Кадони, что хорошо, я не против. И Влад еще ему задал вопрос, зачем тогда, чего ради были эти психи? Ну, по этим психам я сделала вывод, что он не хочет, но ему это неприятно. Но он соглашается, потому что он уважает мое мнение, мое решение. Он дорожит отношениями. Поэтому я из уважения к нему тоже отказалась от мальчишников, от танцоров на девешнике, потому что это будет неприятно ему, мужчине. Если он хочет, чтобы у него были танцовщицы, я не против, я ему это не запрещаю. Хотя я знаю, если я буду против, если я скажу ему, чтобы их не было, их не будет. Но я не хочу. Если они хотят, если они с мальчиками к этому пришли, пусть будут. Я Андрею доверяю, я в него верю. Я очень надеюсь, что он меня не разочарует. А там вернемся уже к тому разговору, о котором я вам говорила. Как карта ляжет. Мое дело человека не тюкать, не высказывать, мозг ему не делать. Я ему сказала, что вот я тебе доверяю, смотри, твоя жизнь ты делаешь так, как считаешь нужным. Если ты посчитаешь нужным как-то меня там предать или что-то мне плохо сделать, значит ты сделаешь свой выбор, все. Я тебя люблю, ценю, уважаю, я тебе даю свободу. Но при этом всем ты должен уважать меня. Больше ничего не прошу. Любить меня и уважать, все. Свадьба будет, свадьба будет. Как ты относишься к Славе? Ты вроде нормальный мальчик. Знаешь про город Кувшинова? Заметь, пожалуйста. Нет, не знаю такой город. Скажи честно. Роза, привет из Сургута. Сургут, привет. Прочек, а ты очень классный. Я безумно рада за вас, Андреем. Будьте счастливы. Спасибо большое, мои хорошие. Вам также желаю счастья. Всего самого хорошего. Благодаря, пожалуйста, привет, Настя Болинская. Пожалуйста, пожалуйста, будьте очень благодарны. Хорошо, спасибо большое. Платье уже готово? Нет, в процессе мы этим занимаемся. Я бы хотела на вашу свадьбу бывать. Это приятно. К сожалению, даже не все те гости, которых мы зовем, ну, будем желать, могут прилететь. Потому что определенное количество только будет людей. Покажи себя без фильтров. А я вот сейчас вот такие фильтры. Просто мне сердечко нравится, вот эти вот бегают. Вы же мне не ставите сердечки. Вот я включила себе сердечки. У вас с Андреем будут дети? Да, конечно, будут дети, но похоже. Сейчас у нас пока нестабильные отношения. Какая ты без макияжа интересная? Честно вам скажу, я даже не знаю, какая я без макияжа, потому что у меня татуаж стрелок. Вот видите, вот этот вот татуаж добро. И татуаж бровей. Поэтому вы, наверное, никогда мне не умеете без макияжа полностью. Привет из Хабаровска. Хабаровск, привет. Нет, ты ездишь за рулем. Нет, не езжу. Честно вам скажу, вождение не люблю. У меня есть права. Признаюсь, я их купила. Вот я их купила в Украине еще. Вот. Вообще не сдавала ничего, ни теорию, ни практику. Просто купила права, они у меня лежат. Ну, не значит, я не получаю удовольствие от вождения. Мне нравится просто сидеть на первом сидении рядом с мужчиной, который за рулем. Не знаю, почему-то я независимо от этого не кайфую. Ну, может, это сейчас, может, позже будет. Потому что у меня мама и тетя, они очень долго за рулем. У меня у мамы стаж вождения там лет 20, у тети где-то так же, если не больше даже. Они любят это, а я нет. Ой, так, смотрите, остаюсь одна минута, у меня телефон выключится. Я с вами прощаюсь, зайду чуть позже. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что вы были со мной. У меня так быстро зарядка, как я закончилась. Всех целую, всем хорошего вечера, вы меня самые лучшие, я вас люблю.